Читаем вслух и коллективно. Белгородская государственная научная библиотека впервые провела акцию публичного чтения произведения русской классики. Работу над этой повестью Александр Пушкин закончил в 1836 году. Впервые ее опубликовали в журнале «Современник» без указания имени автора. Вы знаете, о каком произведении идет речь? Если нет, репортаж Екатерины Ковалевой напомнит. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. «Очасть Марии Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло». Многие прохожие узнали эти строки. Это капитанская дочка Пушкин. А какой эпизод? Это когда Пугачев уже подходил к крепости, погибнет комендант. А Машенька попадет потом в Швабрину. Глава шестая. Пугачевщина. Уличная аудиотрансляция произведения открыла акцию «Читаем капитанскую дочку». Посвятили ее 180-летию с одним публикацией романа. В этот день можно было не только услышать повесть, но и стать ее героем. Это костюм императрицы, так скажем, у нас. И с гардеробной научной библиотеки. Дарья – постоянная посетительница библиотеки. Перечитывала повесть три раза и только мысленно примеряла на себя роли. И даже не думала, что вскоре сможет стать участницей театрализованной зарисовки. Сегодня она императрица Екатерина II. И сейчас у нее встреча с Машей. «Вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» «Никак нет. Я приехала просить милости, а не правосудия. Позвольте просить. Кто вы такая?» «Я дочь капитана Миронова». Того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей. Роль капитанской дочки досталась Александре. Она сыграла ее сразу в двух эпизодах. «Я очень люблю произведения Пушкина, и поэтому я не могла пропустить это мероприятие. У Пушкина очень сильный слог. Он легко читается и трогает, мне кажется, любого. Я не думала, что меня позовут участвовать. Это было очень неожиданно, но приятно. Я надеюсь, я неплохо прочитала». Организовав такую литературную акцию, сотрудники областной библиотеки хотели возродить традицию публичных чтений. «Наши читатели, которые сегодня поучаствовали в акции, почувствовали ту эпоху, прониклись ею, ощутили, как-то, может быть, по-новому, по-новому преподнесли эти строки. Выступает, конечно, библиотека за громкие чтения». А чтобы до конца погрузиться в прекрасную пушкинскую прозу, акция завершилась просмотром фильма по мотивам повести. Такой формат литературных встреч продолжится. Когда состоится следующее, вы сможете узнать на официальном сайте Белгородской областной библиотеки. Екатерина Ковалёва, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогорья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова